Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня выпуск будет не психологический, а творческий. Я вам покажу, как сделать сказочные домики. Для этого нам понадобятся банки, клей-пистолет, фольга, масса для лепки, клей ПВА, гуашь, кисточки, краски витражные, ватные палочки, светодиодный гирлянда, лак. Весь список я оставлю под видео. Вот я нарисовала схемку. Из фольги делаю такие завиточки, конусы, крыши. Приклеиваю их с помощью клея-пистолета. Иногда даже помогаю клею вылизать. Приклеиваю между собой баночки. Это тоже обязательно. Хлотно прижимаю, все баночки приклеиваю. Достаю массу для лепки. У меня керапласт. Но я не сказала, что это лучшая масса для лепки. Подойдет любая, которая вам нравится. Хорошо разминаю. Начинаю и приклеиваю. Делаю фундамент нашим домиком. Начинаю снизу. Полностью обклеиваю весь периметр нашего огромного домика. В принципе, процесс очень простой. Справится даже маленький ребенок. Подойдет, мне кажется, даже пластилин для этих целей. Дальше раскатываю вот так. И облепляю весь домик. Хорошо конусы облепляю. Покрываю массой для лепки. Хорошо раскатываю, разминаю, как пластилина. Немножко даже шатается стол. Вы можете заметить. Залепляю все дырочки. Раскатываю тонко, чтобы было экономно. Но это не всегда хорошо. Например, мой керапласт часто трескается. Все-все дырочки замазываю. Шпаклюю. Вот такой получился домик. Обтираю его мокрыми руками. Видите, заглаживаю неровности. Приблизительно еще будет много работы. Каждый домик проглаживаю. Я вам показываю весь процесс. Теперь я делаю такие завиточки. Я потом раскрашу их в зеленый. Будто какое-то растение обвило наши домики. Они же сказочные, там гномики живут. Просто делаю колбаску, которая в конце сужается. Делаю такие завитки. Вы видели такие завитки в природе? Когда какое-то растение обвивает. Замечали такое? Напишите в комментариях. Знаете названия таких растений, которые обвивают? Я не все крыши буду обвивать. А чтобы было красиво по композиции. Заглаживаю где неровности. Протираю. В принципе, основы лепки. Кто умеет лепить, у тех получатся такие домики. Ну и последний завиточек. Последняя лиана. Последний плющ. На крыше основного домика сделаю такую ровненькую лианку. Проглажу, чтобы домик был такой, с такой выпуклостью. Как у фасольки. Заглажу. Вот здесь я сделаю дверь. Возле нашей фасольки. Ножиком просто прорезаю. И сделаю еще одну фасольку вокруг двери. И сделаю еще одну фасольку вокруг двери. Разомну хорошо нашу массу. И сделаю порог. Я сначала думала сделать две ступеньки. Вот сейчас увидите. Загладила. Все хорошо прилепила наш порожек. Вот так. Две ступеньки. Но мне не понравилось. Оно как губы смотрится. Я думала обрежу верх верхней ступеньки. И все равно некрасиво. Оставлю вот так. Сделаю ровнее порожек. И будет просто порог. Не будет ступенек. Хорошо так. Рисуем кору на двери. Прорисовываем досточки боковые. И лепим самое интересное. Грибочки. Один грибочек прилепили. Хорошо я разминаю массу и второй грибочек. Точно так же и с другой стороны. Тоже два грибочка. Но сначала сделаем окно. Просто вырезаем. Срезаем лишнюю массу для лепки. И остается стекло. Ведь мы же начинали с банок. Хорошо протираем тряпочкой наше стекло. Делаем рамы. И опять же грибочки. Рисуем борозды в грибочках и маленькие окошечки. Просто прорезаем кружочки. Убираем лишний материал. И заглаживаем неровности. Еще рисуем кружочки. Прорезаем материал. Лишнее убираем, долепляем и заглаживаем. Потом протрем. Ватной палочкой протираем. Или тряпочкой. Тоже заглаживаем неровности. Хорошо-хорошо все заглаживаем. Ну как хорошо. Приблизительно. Как можем. Вот такой был рисунок. И вот такое я слепила. А теперь, когда уже все высохло, а сохло у меня долго, неделю, потому что домики большие, мы сейчас будем разрисовывать. Наливаем клей ПВА и перемешиваем с краской. Так и краска экономится и держится лучше. Просто разрисовываем кисточкой. Этот процесс тоже приносит очень много удовольствия. Я сначала разрисовывала желтым цветом, потом оранжевым, потом делала переходы между цветами. Пыталась перемешать цвета прямо на домике. Перемешивала желтый с зеленым. Чтобы получить такой салатовый цвет. И видите, те крыши домиков, где нет завитков, я сделала зеленым. Тоже пыталась перемешать цвет. А те крыши домиков, где есть завитки, я оставила оранжевыми. А завиточки сделала зелеными. Сейчас крашу дверь. Коричневый, конечно же, в какой еще? Имитация дерева. Кстати, эти домики я буду продавать. Конечно, если их вообще кто-то купит. Если они кому-то нужны. И все полученные средства я буду складывать на проживание режиссера. Мне надоело плохо снимать. Хочу научиться хорошо снимать. Если вы хотите помочь каналу, но домики вам не нужны. Можете просто перечислить, кто сколько может. Номер карточки я оставлю под видео. Дальше витражными красками я раскрашиваю стекла наших окон. И вот такой он домик получился, не лакированный. Перемешиваю лак. О-ля-ля, отлетело. Дубль два. У меня лак в баллончике. Я попрыскала. Вот такой был первый рисунок. Такой второй рисунок в макет. И готовые домики. Теперь я беру светодиодную гирлянду. И они светятся. Спасибо всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры.